Робота Фёдора посадили в корабль «Союз» для возвращения на Землю. Робота Фёдора посадили в корабль «Союз» для возвращения на Землю. 10.41.3 сентября 2019 года РИА Новости, КЦ Южной, Ценки, Робот Фёдора. РИА Новости, КЦ Южной, Ценки. Робот Фёдора. Архивное фото. Москва, 3.7. РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов после завершения эксперимента на борту Международной космической станции МКС усадили робота Фёдора в корабле «Союз МС-14» для спуска на Землю. Трансляция переговоров космонавтов со специалистами Подмосковного центра управления полетами ведется НАСА. Корабль «Союз МС-14» с роботом Фёдор был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. По данным НАСА, расстыковка «Союза МС-14» от МКС планируется 6 сентября в 21.13 МСК, посадка в Казахстане 7 сентября в 00.35 МСК. Фёдора мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили, сказал Овчинин. Он не убежит, надежно закреплен, добавил космонавт. Вчера, 22.10 РИА Новости. Космонавты на МКС устроили допрос роботу Фёдору. Эксперимент с роботом космонавты проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября. В первые два дня Скворцов находился в модуле «Звезда», облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле «Поиск», где установлен Фёдор, и контролировал выполнение операции роботом. В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание Фёдора, робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу Фёдор включил дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос Фёдору, задав более 30 вопросов и записов на видео его ответы. Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хига, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармиттана.